Всем привет! И сегодня пришло время поговорить об истории возникновения волонтёрского движения в России и за рубежом. Российская история знает множество примеров добровольного благотворительного труда людей на благо нуждающихся в помощи. В России при императрице Екатерине Великой в конце XVIII века, а также при Марии Фёдоровне, была создана сеть воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорождённых младенцев, в которых работали добровольцы. В XIX веке получили развитие различные благотворительные общества и союзы, общественные филантропические организации. Одним из крупнейших было императорское человеколюбивое сообщество, образованное в 1802 году по инициативе Александра I. В учреждённых земствах, народных начальных школах, учителя преподавали на безвозмездной основе. В сельских больницах земские врачи оказывали бесплатную медицинскую помощь. Символом женского милосердия стала княгиня Мария Дондукова-Корсакова. Её многолетнее бескорыстное служение на поприще благотворительности заслужило уважение во всех кругах общества. Княгиня Мария Михайловна активно сотрудничала с ведомством императрицы Марии Фёдоровны, получив после смерти деда большое наследство, использовала его на благотворительность. Но добровольная помощь была уделом не только людей из высшего света. История донесла до нас много обычаев бескорыстной поддержки ближнего людьми простыми. Это и сборы пожертвований на строительство школ, больниц, возведение храмов и помощь в сборе урожая. В структуру русского женского взаимно-благотворительного общества в начале века входили курсы по обучению и профессиональной подготовке женщин, бюро по приисканию мест и занятий для женщин, совет по устройству общежитий, юридическая комиссия. В 70-х годах 19 века высшие женские курсы на общественных началах стали работать в Москве, Казани, Киеве, Санкт-Петербурге. За свою боготворительную деятельность русское женское взаимно-благотворительное общество получило золотую медаль в 1900 году на Всемирные выставки в Париже. Одна из самых ярких страниц истории волонтерства нашей страны, и в частности волонтерство в Москве, связана с русско-турецкой войной. В конце 1870-х годов монахини Московской Свято-Никольской обители стали первыми в мире сестрами милосердия, которые добровольны для оказания помощи раненым бойцам. С начала Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди женщин и волонтеров из-за рубежов. В одной из крупнейших московских благотворительных организаций, обществе по печени нуждающихся детей, добровольцы были сборщиками пожертвований и посещали бедных. Опять же, в Москве в 1994 году по инициативе профессора МГУ Владимира Ивановича Гирье Московской городской думы было создано учреждение городских попечительств у бедных. На обязанности попечительства была возложена задача по изучению потребностей нуждающегося населения, сбору средств и оказании индивидуальной помощи. Уже в 1899 году было рекомендовано распространить опыт Москвы на другие города. Термин добровольчества в современном понимании или тем более термин волонтерства не был знаком России до середины 80-х годов XX века. Добровольцами в первую очередь называли людей, которые в военное время, не дожидаясь повестки на военную службу, шли защищать свою родину. Так было и в Первую мировую войну, и в Великую Отечественную войну. В советское время они ехали на цвину в строительство БАМа. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Современное понятие волонтерства в России начало формироваться в 90-е годы, одновременно с зарождением различных некоммерческих, общественных и благотворительных организаций. В Федеральном законе Российской Федерации о благотворительной деятельности и благотворительных организациях, принятой в 1995 году, дается юридическое определение волонтеров. Волонтеры – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации. Волонтерство является показателем уровня гражданской активности, установки на общественную деятельность и уровня развития демократии в стране. Одним из наиболее удачных решений, популяризирующих добровольческое движение в России, можно считать внедрение на государственном уровне личных волонтерских книжек. Но об этом я подробнее расскажу в моих следующих выпусках. 5 декабря во всем мире празднуется День волонтера. Впервые это слово прозвучало в нашей стране в 18 веке. Правда, тогда каждый произносил его по-своему. Волентир, волонтир, волунтир, волентир. В зависимости от того, относительно какого иностранного языка оно было услышано. Первыми волонтерами были солдаты, служившие бесплатно и по собственной воле. При Петре даже была государственная система мобилизации добровольцев. Но уже через 100 лет, благодаря великой княгине Елене Павловне, по чьей инициативе была создана крестовоздвиженская обитель сестер Милосердия, значение слова изменилось. Во время Крымской войны они безвозмездно спасали жизни солдат. Ярчайший пример волонтерства в СССР — Тимуровцы. Первый отряд состоял всего из шести человек, но уже пять лет спустя только в РСФСР Тимуровцев насчитывалось 2 миллиона. В годы войны многие из них стали партизанами. Волонтеры в современном понимании появились в 90-е. На Первом Российском форуме добровольцев был принят федеральный закон, определяющий их как граждан, осуществляющих благотворительную деятельность в интересах благополучателя в безвозмездной форме. Возникновение волонтерства за рубежом Волонтерство произошло от французского слова «волонтаро». Деятельность, совершаемая добровольно на благо общества или отдельных социальных групп без расчета на вознаграждение. Понятие «волонтер» появилось в Европе в 17 веке. Так называли тех, кто добровольно отправлялся на войну или военную службу. В современном понятии это слово стало употребляться после Первой мировой войны. В 1920 году группа бывших солдат из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции по собственной инициативе и бесплатно восстанавливала разрушенные войной французские фирмы. В этом же году была образована одна из старейших волонтерских организаций – Международная гражданская служба, первоначальной целью которой было восстановление европейских городов и деревень после Первой мировой войны. Именно этот год принято считать официальной датой рождения волонтеров. Вот такая краткая справка об истории возникновения волонтерского движения. Я думаю, что мы с вами даже не догадывались, насколько глубоко уходит корни добровольчества. Я очень надеюсь, что эта информация была вам крайне полезна, но я знаю как минимум одного человека, волонтера, любого лаборатории путешествий, активисту, студенту Московского государственного психолога педагогического университета Валентину Вербину, который сейчас нам расскажет о том, как же создать свой волонтерский проект и реализовать его. Меня зовут Валентина Вербина. Я уже 7 лет являюсь волонтером. За это время я успела поучаствовать в большом количестве этих проектов. Меня с самого детства волновало проблемы детских домов. И я никак не могла понять, почему некоторые дети уже будут в семье, а некоторые другие нас были в специальных учреждениях. И в 2-м классе мне приглахуемость, которая впоследствии приводилась в подготовительный проект. Название тоже пришло с самого начала «Дети к детям». Этот проект исключался в том, чтобы младшие школьники изготовили игрушки, которые впоследствии были проданы, а на вырученные средства приобретены необходимые материалы для творческого коррекционного детского дома. Я считаю важным рассказывать с школьникам о этих учреждениях в целом о благотворительности и о помощи, которая каждый из нас может оказываться. За эти безумные идеи я пришла к школьному футболку, которая занималась проектной деятельностью. И она меня побежала. Мы стали проводить открытые занятия, на которых все рассказывали детям, а они взамен готовы для игрушки на разлучнике. Это такой красивый домашний директ. После того, как все занятия были проведены, мы организовали верболку. В качестве благодарности нас пригласили на объятия, организованные детишками и инфекционным домом, которым мы впоследствии подарили материалы и творчества. Все, что мы сделали, мне настолько понравилось и представило, что означало лишь одно – меня не остановили. И спустя 7 лет я по сей день занимаюсь волонтерской деятельностью. Волонтерство меня подарило большое количество знакомых и единомышленников. Вообще, я считаю, что, чтобы помочь, необходимо лишь желание и слюбление. Сделая что-то хорошее, таким мы самосовершенствуемся. Совершайте хорошую поступку. Очень интересный выпуск получился. И скажи, пожалуйста, почему все-таки именно эта тема стала темой твоей рубрики? Ну, во-первых, она очень даже логична после первого выпуска, когда в целом в первом выпуске мы узнали про волонтерство, кто такой волонтер, кто такой доброволец, как они связаны между собой, есть ли отличия. И, соответственно, конечно же, очень логично, что следующим выпуском всегда идут какие-то исторические моменты, рассказывающие про возникновение данного движения. Ну и плюс, мне кажется, у многих волонтеров, в том числе и у меня, занимаясь этим проектом достаточно давно, все-таки возникали какие-то проблемы, вернее, не проблемы, а пробелы в знании об истории волонтерства. И мне было самой, на самом деле, интересно поизучать эту тему. Я надеюсь, что нашим ребятам тоже было достаточно интересно узнать историю возникновения. Слушай, Марина, действительно, что тема интересная, актуальная, мне интересно, а у волонтерского центра лаборатории путешествий есть своя история? Когда она вообще возникла? Действительно, на самом деле, вопрос очень интересный. Я буквально при составлении материала для рубрики тоже мониториваю эту информацию, потому что я занимаюсь волонтерством с 2014 года. А, наверное, официальную дату, официальный год именно возникновения нашего волонтерского центра, волонтерского центра лаборатории путешествий, можно назвать 2016 год, когда был прям создан полноценный волонтерский центр. Мы набирали ребят, и по сей день туда ребята набираются. И сейчас в этом центре уже у нас более 400 участников, и с каждым годом вообще, в принципе, ряды участников пополняются. Но и, кроме того, могу сказать, что кто-то и с 2014 года с нами по сей день занимается нашими проектами, кто-то уже, конечно же, вырос из наших проектов, занимается какой-либо другой деятельностью. Но, тем не менее, мы всегда рады приветствовать как и старых, будем так выражаться, ребят, так и новых ребят в нашем волонтерском центре. Слушай, я полностью согласен с тем, что ни одно мероприятие лаборатории путешествий не обходится без помощи наших замечательных волонтеров. Они наша очень большая поддержка. Марина, скажи, пожалуйста, не планируются ли никакие у нас новые мероприятия для волонтеров, ну, мероприятия, в которые будут задействованы волонтеры? Ну, на самом деле, лаборатории путешествий с каждым годом, скажем так, совершенствуются, придумываются все новые и новые мероприятия. И вот одним из таких мероприятий можно назвать, наверное, фестиваль «Добрая лапа». Это фестиваль, связанный с ездовым видом спорт, где участвуют собаки-хаски из нашего хаски-парка. Там тренируются дети, спортсмены, и которые вот как раз-таки на этом фестивале участвуют. И там, конечно же, тоже требуются волонтеры для организации и проведения нашего мероприятия. Вот оно, можно сказать, такое одно из самых, наверное, новых мероприятий, потому что оно было всего лишь один раз, но вот в этом году не состоялось, ну, из-за того, что были не очень хорошие погодные условия. Но мы всегда верим в то, что на будущий год, естественно, оно состоится. Вот, ну и также есть однодневные мероприятия, и у нас есть методисты, да, люди, которые придумывают эти мероприятия, они каждый раз обновляются, добавляются какие-то новые конкурсы различные. И, конечно же, туда также требуются всегда для нас помощники, волонтеры, которые нам в этом помогают. Замечательно. Да, действительно, у ребят столько возможностей попробовать себя в разных мероприятиях. Это могут быть и однодневные, и какие-то наши большие проекты. Марина, скажи, пожалуйста, что нужно для того, чтобы стать участником волонтерского центра лаборатории путешествий? Не знаю, там, может быть, знание иностранных языков, хорошая физическая подготовка, уметь прыгать в длину или что-то такое еще. Хороший вопрос. На самом деле, я считаю, что все эти навыки, которые ты перечислила, они непременно пригодятся вообще каждому человеку в жизни. Но это не значит, что если вы не знаете французского или английского языка, или, не знаю, допустим, не ходите, не тренируетесь по утрам, или, не знаете, не умеете прыгать через какауку или в длину, это не значит, что вы не можете стать участником нашего волонтерского центра. Потому что, да, какие-то дополнительные умения, навыки – это прекрасно и хорошо, но у нас есть прекрасный наш дружный коллектив лаборатории путешествий, которые с удовольствием научат новых волонтеров и старых волонтеров, подскажут им, что и как нужно действовать в любой непонятной ситуации на мероприятии. Поэтому, на самом деле, самое главное – это желание и искреннее, вот такое, наверное, добровольное желание как раз-таки помогать окружающим. Да, на самом деле, для того, чтобы стать волонтером, действительно нужно самое главное – желание. Потому что я помню, когда у меня ребята 12 лет, 13 лет после походов, когда я им рассказывал о том, что у нас вот есть много мероприятий, участие в которых сопровождается обязательной помощью наших замечательных волонтеров, то ребята сразу расспрашивали, мы тоже хотим стать, мы хотим на то мероприятие, на это мы хотим быть волонтерами. Ну и, как правило, если есть желание, то можно найти различные пути решения. Даже если бывали моменты, когда кто-то не подходил по возрасту, то можно найти для этого человека какую-то задачу, чтобы он тоже внес свой вклад в это дело. Марин, спасибо тебе огромное за такой интересный выпуск, за такой интересный рассказ. Меня интересует, я думаю, наших зрителей, безусловно, тоже. О чем ты нам расскажешь в следующем выпуске твоей рубрики? Спасибо, Коль, за вопрос. На самом деле, следующий выпуск, он будет прям не совсем так связан с волонтерством, но он будет связан как раз-таки с другим массовым движением, который имеет непосредственное отношение к волонтерству. Называется движение РДШ, и у нас как раз-таки в студии появятся прекрасные гости, которые смогут рассказать, что же это такое за движение. Отлично. Слушай, класс. Я уверен, что... Мари, пока пошел твой выпуск, вон поступили замечательные комментарии, пишут, Марина, спасибо за выпуск. Ребята, вы лучшие, волонтерство – это круто. Поэтому, эй, зритель, ты не сиди, волонтеры приходи. Вот. Классный поздно, я буду это использовать. Да, и обязательно пишите комментарии, друзья. Не только волонтерство важно. Марин, спасибо тебе огромное за интересный выпуск. Будем рады увидеться снова в студии Тро-Поход ТВ. До новых встреч, ребят. Редактор субтитров А.Семкин